друзьям и мы продолжаем ходить по выставке и решили зайти на стенд релакс значит посмотрим сейчас резину и наверное здесь посмотрим сейчас термобелье костюмы граф добрый день меня зовут илья канал рыбалка с дивером можно у вас взять такое интервью небольшое расскажите по ну уже принципе многие знают в данной резине просто что-то может какие-то новинки какие-то что-то может изменилось я ловил на нее очень давно скажем где-то в юношестве наверное и вот сейчас опять как говорится ностальгия ностальгия не просто так связаны это релакс бренд который выпускает силиконовой приманки с 1993 года многие гуру спиннинга нашего российского учились ловить точнее учились осваивать джиг с помощью этих приманок есть легендарная модель как копыта скорее всего который вы в юношестве пользуетесь это не самая большая модель в линейке есть еще копыта 8 здесь у нас не представлена копыта 5 4 в 4 дюймовый 4 дюймовом размере есть две формы копыта 4 л укороченные брюхо и более толстые есть еще широкое брюхо брюхо более тонко далее идет копыта 3 копыта два с половиной копыта 2 и единицы на все размеры суммарное количество составляет более полторы полторы тысячи этим наверное не может похвастаться ни один из производителей силиконовых приманок и наверное стоит добавить то что легендарный цвет в силиконовых приманок такое как моторное масло был тоже разработан компания релакс самый первый в далеком девяносто третьем году в то время когда было всего лишь три-четыре бренда силиконовых приманок и больше ни в каких странах он не производился кроме как соединенные штаты америки о легендарной модели копыта на которые выловили в юношестве мы уже поговорили могу сказать немножко новин вообще весь ассортимент релакса насчитывает 50 тысяч позиций это если перемножить все цвета модели и размеры в некоторых моделях появились новые цвета например агайо модель агайо названа в честь американского штата агайо раньше она была только в стандартных стандартных цветах сейчас появилась появился цвет ламинат ламинат представляет из себя слияние двух цветов силикона с добавлением или без добавления блесток в ламинатных цветах появился размер 45 дюймов ранее их не было есть стандартные цвета стандартный цвет представляет из себя один цвет силикона и сверху покрашенный то есть сверху в данном цвете и основном 6 мы имеем голубую спинку низ головы красные красную пятку это вся краска наносится сверху хорошо держится да хорошо ну релакса таких проблем нет и есть ламинатный цвет ламинат это два цвета силикона вот в данный на данном примере верхний цвет силикона прозрачный с добавлением золотой и черной блестки нижний цвет оранжевый силикон когда добавляется два или три вида цвета силикона эта модельно артикл цвет называется ламинат какие самые вообще вот наверное самые 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 модели это очень тяжело сказать ну может быть есть какие-то любимые которые быстро постоянно люди берут и на самом деле такая модель как копыта 6 конкретно в цвете 57 это далеко не прогонистая приманка широкотелая и это фаворит у многих судачатников страны и на эту приманку было выграно очень много соревнований например такой известный судачатник как дмитрий зюзин ярославская джиглая школа много соревнований как он называется скажу мемориал оскару соболева выиграна как раз на эту приманку именно вот такого размера копыта 6 цвет 57 это любимая его приманка я красивые мужики это новые цвета появились что можете показать новые цвета я уже показал бы меня уже так интересно старый это старый цвет желтый с черным но это легендарный цвет 056 он темная спинка и желтые как опять черный расцена лимонные брюхо и красный хвост 56 цвет очень легендарный цвет но не разрекламирован среди современных спортсменов но он в том числе является лидером продаж и те кто знает начинает даже подражать те те компании которые заводят новые бренды на рынке силиконовых приманок делают какие-то аналогичные цвета мне кажется даже релакс пахнет как тут по-своему по-своему несмотря на то что это несъедобная да на кавычках резина как это за рамки зерону юночество своеобразный запах и правильно вы подметили запах юночеству потому что приманки как производились в америке на производится запах состав силикона краски не меняется как был так и остается а твистера вообще большая способность момента ждать огромный твистерах в релаксе давайте пересчитаем размеры три четверти 1 2 3 4 5 и 6 7 размеров модели твистер помимо классических твистеров у них есть еще очень популярная модель турбо твистер твистер можно видеть и на все ты на джек и на двойник то эта модель конкретно у нас я все тогда она считается шумовой резины за счет широких ребер посередине есть прорезь как раз для того чтобы прятал и жаловсе но считается больше чуть-чуть также хотели вам сказать то что наша компания с этого года является официальным представителем бренда сигуар сигуар это японский бренд завода курёха гёсун этот бренд является разработчиком флюрокарбона и также является лидером мировым лидером флюрокарбона в ближайшее время на российском рынке появится большой ассортимент их продукции ну и думаю будем стараться максимально медийно его освещать сделать обзор и в скором времени люди о нем могут более подробно ознакомиться буквально через две недели он у нас уже появится в оптовой продаже будет более точной информации а вообще этот бренд является как производителем сырья так и производителем конечной продукции поэтому он может производить как и самый дешевый так и самый дорогой флюрокарбон в зависимости от потребности конкретного рынка но так как этот бренд является японским совсем дешевого флюрокарбона ждать не стоит скорее всего это будет от среднебюджетного до до самого дорогого что еще интересно можно сказать наша компания является представителем многих брендов так как релакс и джекей варивас сигуар также и одежды класса премиум граф пойдемте покажу вам немножко что можно сказать о графе граф это одежда польского производителя которая занимается производством с 1994 года за это время производитель приобрел уже большой опыт и очень хорошо разбирается в этом производстве флагманской модели в ассортименте является термобелье граф термобелье граф это ну наверное стоит сказать то что это действительно термобелье потому что и этим словом называют абсолютно разную одежду на рынке которая там начинается от 1000 рублей за комплект но на самом деле это неправильно термобелье не может стоить таких денег почему потому что термобелье должно обладать такими свойствами как отвод влаги при излишней нагрузке когда человек потеет это влага не должна впитываться в материал а должна выводиться наружу термобелье от графа с этой функцией отлично справляется дополнительно волокна которые содержатся в ткани данного термобелья брата обрабатываются ионами серебра за счет чего это термобелье не впитывает никаких запахов это очень актуально при каких-то долгих экспедициях недельная или двухнедельная рыбалка когда уезжаешь в какое-то место где нету никаких туристических баз гостиницы тому подобного где нету возможности постирать не хотелось бы ходить там образно говоря вонючим поэтому в данных условиях это термобелье хорошо справляется плюс она очень приятная к телу является гипоаллергеном подходит для всех типов кожи то есть она уже изначально на флисе но она двухслойная внутри слой который прилегает к телу очень похож на микрофлис данная модель имеет артикл 300 300 термобелье является одним из самых плотных на рынке больше подходит для поздней осени для зимы также в ассортименте граф есть 100 белье но оно такое уже более тонкое больше предназначено для летнего сезона ладно михаил спасибо большое спасибо что спасибо что к нам зашли заходить все время мы два раза в год на выставке весеннее-осеннее все время рада вас видеть большое покажем дальше возьму наверно себе такой белье попробуем один раз живем так мне очень понравились куртки реально куртки очень хорошие ценник конечно кусается у них но куртки очень хорошие очень классно так все мы двигаемся дальше и сейчас куда-нибудь нас ноги занесут друзья мы мы продолжаем экскурсию по выставке и сейчас мы находимся на стенде цуёки вот сейчас мы посмотрим что данная компания представляет и попытаемся немного углубиться в данной приманки представитель данной компании андрей сейчас нам попытается немного рассказать ну и что знаю я тоже попытаюсь может айтек копеек ставить но смотрите ну может качество это новинка эта модель дробь 75 f и если кто обратил внимание это данная модель очень похоже на зибать без свечерс крэнк 65 но это 75 модель с влюбленным скажем телом из лопата у нее уже немножко стоит ну стран более большая и заглубление вобблера конечно уже больше я думаю что здесь заглубляется он наверное 67 метров до где-то нет только мерять а заявлено сколько ну на самом деле никто не знает потому что еще общем прям вот новые новая новинка но она пришла в середине прошлого лета особо ну то есть разошлась нового отзывов таких каких-то это нету чтобы можно было это как его оценить но грубо говоря не оценен еще рынком то есть это результаты по ней есть судака ловят но ждем более широкого этого отклика следующая модель это deepgas 90 и также есть чуть поменьше его братик это в семьдесят пятом размере тоже довольно таки уже известный воблер данной компании кем-то разловлен кем-то нет но отзывы о нем уже положительные есть а вот соларист не знаю почему так называете а как называется вообще это по-русски он солист должен быть но если на английский переводишь то получается так сало изда ну да мы вроде думали что английский язык знают поэтому получается вроде как бы сало солист ребят солист 120 данная приманка от компании цуёки это солист или салоист ну как вот производители ее хотели назвать именно сайт солист солист но народ на почему-то пошла как салоист данный выбор это реплика как раз на бандит на легендарный бандит 120 фишка в том что это довольно таки известная модель на нашем рынке да то есть тут никакой фурнитура крючки расцветки заглубление то есть это не секрет что чаще всего на эту модель ловит на нижней волге на нижней волге мутная вода и мы как бы понимая что там вода мутная предлагаю вам немножко другой свой взгляд на эту проблему то есть наши расцветки должны понравиться местным судакам то есть они более яркие более кислотные какие-то до более явно выраженные вы старались сделать именно такие да да ну если сейчас немножко этого такого переремся и у меня с собой этот фонарик одесса полка и покажется оказывает мама не горит насколько успешно и не успешно надо проверять то есть это стенд это стенд в данном сезоне в 2020 году мы будем тестировать их уже в астраханской области взял я несколько приманок и салоист значит и дипгаз некоторые другие модели сейчас мы покажем вам под мэнс реплику вот будем тестировать и посмотрим что они принципе нам покажут в этом сезоне давайте сейчас посмотрим еще модельку под мэнс каспер до модель называется каспер данная модель компаницу йоки называется каспер это но я бы сказал точная копия на мэнс именно 15 плюс то есть лопатка которая небольшая с заглублением 4 ну скажем 5 метров до 6 метров скажем так вот тройники здесь уже стоят так вот такие морского класса скажем так более усиленные вот вы им все шли до тренинги говорят что вы им все стоят вот цвета тоже разнообразные данную модель я взял и будем пробовать игрю в астраханской области повторюсь каспер заглублением уцу йоки только значит ну как вот как оригинал это 15 плюс то есть ну где-то 5-6 метров 4 метра скажем так ребят самое интересное что стенд это только стенд все опыты производится только на водоеме то есть это вы сами знаете ловит не в углу ловит рыболов то есть это ну надеюсь что это приманка вас порадует также так же от компании циуки есть чем-то похожий воблер чем-то похожий воблер это значит лонг чарли тоже значит длинный чарли длинный чарли да значит тоже значит его размера 120 значит 120 миллиметров модель тоже плавающая здесь уже лопата более большая скажем так что это как раз где-то 20 плюс то есть уже заглублением шесть семь восемь возможно даже девять метров тренинги стоят у этой модели тоже уже такие вот скажем усиленные в отличие это кстати модель к чему я хочу сказать модель чем-то похожи на мэрс но это не мэрс какого воблера сделано ну откуда вообще ноги растут в данной приманки неизвестно вопрос это спорны мы работаем с несколькими фабриками и это так называемого и ем то есть мы приехали на фабрику на фабрике есть модель я не уверен что это не сменса потому что форма мэнса совсем другая но какие-то в принципе ребята это китайское видение то есть это китайский мэнс это китайское видение на на тему троллинга насколько она имеет право на жизнь но отзывы какие то есть уже на сегодняшний момент или нет ну по-моему сложно сказать потому что и короче ждите мои отзывы ребята ждите ждите отзывы от нас улыбки мы работаем с магазинами магазин только продают рыболовы есть еще замечательный воблер который мне тоже понравился это эта модель если мне не изменяет память по моему поддула сделано называется прямо 60f кстати данный крэнк ну вот опять же по судя по лопате даже не буду смотреть насколько он там заглубляется пишут даже не будет смотреть вот я думаю что где-то 456 метров данная модель судя по всему еще опять же я не пробовал ее по-моему я ее тоже кстати взял данной компании не уверен но по моему взял данная модель должна неплохо ловить судака и щуку но а сом это уже как бы да если попадется то попадется тройники здесь стоят ну приблизительно вот я смотрю именно по мощности такие же наверно как у бандита фурнитура довольно таки вообще у компании цуёки довольно-таки славная а тройники острые кольца довольно таки нормальные они именно стоят по размеру скажем по размеру к данной приманки то есть не сильно увеличена не сильно уменьшена если размер воблера маленький то соответственно и колечки поменьше стоят вот данную модель и я тоже хочу попробовать на ахтубе интересная модель интересная модель с очень интересной лопатой данную модель тоже протестируем в астраханской области ребят смотрите там это как это вроде как бы реплика на или гринда то есть это смотрите что мы сделали во первых мы загнули эту лопату для чего это что воблер быстрее набирал это глубину то есть это он активно уходит это вниз второй момент мы сюда поставили дополнительный шарик опять-таки для того чтобы он туда уходил смотрите какие стоят гайки крючки крючки стоят реально интересные мощные загибом а внутрь ребят крючки стоят немощные то есть воблер заточен под ловлю крупной рыбы отзывы есть ребят отзывы супер-пупер положительные уже есть отзывы да то есть это как его трофейный щука трофейный сон на этом какого на нижней волге то есть это модель недооцененная то есть это ценник гуманный а сколько в розницу он стоит приблизительно ну там плюс-минус где-то рубля 350 то есть это ну там магазин есть который здесь чуть дешевле продать какие-то чуть дороже ну в районе 36 половиной сотен три с половиной то есть 350 рублей 120 миллиметров причем смотрите в чем модель называется гренадерс 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 110 ф гренадерс причем ребят в чем это как его фишка у нас есть тестеры это спортсмены которые раньше выступали в пал они его с легкостью разловили в заброс трофейными щуками а это плавающий модель суспендер плавающего ну за счет того что еще раз говорю активная лопата активная лопата он моментально набирает глубину моментально то есть он активно уходит вниз допустим если вы идете с бровки ну сверху вниз он сразу будет уходить не нужно такой длинный проплыв чтобы это заглублялся да я почему-то сразу же вижу что это ваш наверное любимейший воблер я ваше отлавлено на этот как ну ладно у нас рассказывать до заброс ловить очень с ним тип упористый очень упористый то есть это вот модель получился ровно для троллинга спиннинг будет у вас отбирать если ты же любите ловить это спик в руке подержать его надо будет привязывать да ладно это может быть не очень мощный но но мощно ну хватит и ладно я все рекомендую также то есть еще скажу почитатели немного но она того стоит рассветки опять таки такого все адаптированы будем будем тестить будем тестить тестить не перетестить ну и принципе сейчас мельком наверно пробежимся еще по значит по стенду посмотрим еще какие-то приманки на что на на чем-то может быть мы сейчас сделаем под определенный акцент а так принципе сейчас небольшая экскурсия по данному стенду ну вот значит данная приманка это каспер большущая шикарная значит цветовая линейка также значит полон чарли также здоровая здоровая линейка по цветам он чарли повторюсь это уже где-то наверное 6 8 метров а каспер где-то заглублением 4 6 метров салоист тоже шикарнейшая цветовая палитра разнообразная абсолютно еще очень интересный воблер это значит салоист 90 f это под бэшар от банди данная приманка уже с заглублением 3 с половиной 4-5 метров ну максимум 6 так же интересная моделька компании значит суёки это джаз это уже под бомбера вон 25 а цвет очень кстати интересный так же есть от суёки более значит мелкая модель под бомбер 24 уже он 90 в джазе гренадер с уникальной своей лопатой очень большая очень большая линейка по лайтовой ловле у данной компании разнообразные значит мелкие воблерочки типа чабиков камеонов и тому подобное я считаю что очень большая линейка по ловле форели ухуни ловля очень интересные цвета есть скажем такие вот черненькие темненькие такие вот про правило ну так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья мои, сейчас мы зайдем на стенд Otto Посмотрим тут и катушечки, и плетеночку, и веблерочки Данная компания представляет обширную линейку трейлинговых мультов Да не только трейлинговых, а компании PEN Также у них есть большая линейка Абу-Гарсье катушек Кстати, вот данные мультипликаторы на самом деле нам как раз по размеру не покроют Такие сильно большие нам не нужно, очень тяжелые Сейчас посмотрим все это дело поближе Друзья, мы продолжаем экскурсию по рыболовной выставке 2020 года И сейчас мы находимся на оптовой компании Lotto Данная компания возит в Россию официальный дистрибьютор Это Юзури Дуэль И у них есть громадный ассортимент катушек Абу-Гарсье и Пен Представитель данной компании Игорь сейчас попытается нам рассказать о плетенке Ну и каких-то интересных моментах данной продукции Ну, данный момент, верхом нашего совершенства по плетенкам является модель Hardcore X Pro Это новинка, да? Это новинка прошлого года Прошлого года, да Ну, на сегодняшний день она пока что не произошла Никого, точнее, она произошла всех Никто ее не превзошел А почему, в чем удовольствия такие признаки? Ее основное, то, что интересно людям Это то, что единственная плетенка, которая географически подтверждена производство Это делается в Японии, на японском заводе Японскими материалами и для внутреннеяпонского рынка Также эта модель с помощью нашей компании Теперь экспортируется на территорию России и Европы Размотка данных плетенок Размотка, она, моделька имеет три Это 150, 200 и 300 метров Также имеется в двух исполнениях Это восьмижильная и четырехжильная Есть мультикалор и однотонная, да? Да, есть в исполнении мультикалор И в исполнении трехцветная И в исполнении монотонная Мультикалор четыре цвета, да? Пять Пять цветов, да? Пять цветов Есть также моделька три цвета, по-моему, да, три цвета И моделька одноцветная Желтая и, по-моему, зеленая Оранжевая, желтая и оранжевая Средний ценовой диапазон на рынке, вообще розничный, сколько, допустим, от восьмижильной и четырехжильной в размотке 200 метров? В размотке 200 метров это ориентировочная цена за 150 метров это 1700 рублей За 150? А с 200 если? Да, с 200, 2000, ну это у нас просто здесь такая А если брать четырехжильную? Четырехжильную, брать Где-то в район 1300, по-моему, да, как я узнал? Да, да, да 1300 1300 рублей Ну, естественно, все зависит от диаметра, просто меньше диаметра, они чуть дороже, больше диаметра, но стандартная цена Ну, в принципе, нормально, средняя такая цена, я бы сказал, что это получается даже, по-моему, если, допустим, брать 200 метровую размотку, даже дешевле, чем Power Pro Да, естественно О, надо будет попробовать взять Так, значит, что еще, значит, меня интересует, на самом деле, на сегодняшний момент, это приманки Yuzuri Я хочу, значит, опять же, отклонуться немного в прошлое Я очень раньше любил ловить на данные приманки Это, на самом деле, очень, ну, старые, легендарные приманки Это Long Bill и Crank Yuzuri 3D, там, не знаю, как он точно называется Сейчас нам опять Игорь все это об этом немножко поближе расскажет Ну, самая классическая модель, которая используется при ловле, допустим, на троллинг, самый проблем Это моделька 3D Она имеет модификации 3DB, 3DS А чем они отличаются? Отличаются тем, что для разного рынка 3DS это модификация европейская, 3DB модификация американская И 3D классическая, это японская Цветовая, цветовая гамма, в основном, больше нет никаких особенностей Среднее заглубление данного воблера, это где-то, получается, 3,5-4,5 до 6 метров Да, 3,5, да, 4 метров в забросе и при троллинге до 5-6 метров Еще интересная модель от данной компании, это вот новинка, да, этого года? Да, модель этого года Это пока что ничего конкретного неизвестно про эту модель, мы ее получили на прошлой неделе Еще не было она в тестовых характерах нигде использоваться, не использовалась Ну, я думаю, что данная модель будет неплохо, опять же, ловить трофейного окуня Да, да, да Глоблях даже большого, возможно, схватит, да, но опять же, крючки, может, большеватые А так, я думаю, жерех, щука, окунь, ну и, возможно, может быть, судар Сом, опять же, если как повезет Цвета, на самом деле, очень интересные, мне нравится вот эта футравочка И вот, белый вкрапин от них Цвет, я считаю, что просто уникальный Таких цветов очень мало Нету, ничего Заглубление данного воблера, ну, я думаю, уже по лопате вижу Да, это 1,5-2 метра Совершенно верно Пишут Пишут Пишут, я не понял Пишут А, пишут 1,5-2,5 метра Ну, 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 ну Глаз алмаз Так Что еще Что еще Что еще Ну, опять же, допустим Это тоже Это классический типовый крэнк Да, это пузатик Так называемый На него уже много и там реплик, и что только тоже не делали Воблер Тоже ловит и судака, и щуку Ну, и так же самое Заглубление у него где-то получается тоже, наверное 3-4, 3,5-5 метров Ну, это 6 метров где-то 4-6 метров Так Пойдемте дальше И здесь я видел Легендарный воблер Longbill Данный воблер Это, значит, очень старая Старая модель Значит, Yuzuri Duel, да Longbill 90 SP Это, значит, суспендер С заглублением Ну, опять же, я говорю, там Рабочая глубина Даже давайте говорить не заглублением А рабочая глубина Где-то, наверное, 2,5-3-3,5 метра До 4-х, может быть, дотянется Но, опять же, под вопросом Интересный цвет, на самом деле, вот такой Раньше такого цвета я не видел Не знаю, это новый или старый? Ну, уже 2 года на рынке 2 года Цветы, думаю, опять же, замечательно Будет ловить, ну, вам На многих речках Я думаю, что на Ахтубе, на Волге Это будет цвет номер один Опять же, многие, многие рыбаки любят Вот такого плана на натуралке Вот Тоже они неплохо ловят по светлой воде Да и не обязательно по светлой, в принципе, игру И просто даже вот на мелководье судак данную приманку неплохо атакует Вообще легендарный воблер И в определенные, скажем, ну, какие-то моменты, в определенные ситуации Данная приманка просто, ну, спасает, делает рыбалку Данная приманка, которая суспендер, его можно вводить в заброс Замечательно, неплохо она летит, хорошо, я бы сказал даже Вот И так же тренинговать У данного производителя есть еще Такого плана приманки, да Тоже, как бы, можно использовать при троллинге Тоже, значит, три плюс они Где-то три-четыре метра заглубления Вот, они уже Если те девяностые, а эти у нас получается Это 75-е 75-е Как сказать, 60-е 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 60-е, да Ну, значит, опять же, два салмазма не подъем Так И еще По-моему, вот эта модель, да Она, по-моему Это тоже самое Тоже самое Это Новый расцветки Это уже Расцветки 2012-го года Вот Вот такие малыши На них я, к сожалению, не ловил никогда Но я вот визуально смотрю Я думаю, что данная приманка тоже Возможно, может помочь уйти от нуля Одна из самых универсальных при ловле Ловли люди ловят и троллингом, и взобросом Да, я думаю, что, опять же, размер позволит поймать и головля И окуня, и жереха, того же самого судака и щуку То есть, это вообще, на самом деле, универсальное 60СП Опять же, суспендер Так, ну, с приманочками, в принципе, наверное, мы закончим Потому что здесь есть очень много паперочков всяких У Юзури всегда рабочий По-моему, попер Я не помню, по-моему, легендарный Вот этот, да? Вот этот, да Причем, кстати, даже в фильме Вот Безбашенная поездка в сентябре У меня, ну, как бы, друг мой рядом на лодке Вот на такой паперок ловил и очень сильно его расхвалил У меня, к сожалению, таких нету Но Говорят, и окуня хорошо ловят, и жереха И разнообразную другую рыбу такую Вот Очень много разных паперочков От больших до маленьких Очень много древних Очень тяжело Очень тяжело Она шлепает Кстати, вот Тоже, в принципе, одна из легендарных приманок Поверхностная По щуке Там, опять же, там по жереху Лопатка Практически Да, там практически нулевое Да, да, да Он прямо идет поверху Над любой травкой может пройти Но на самом деле Меня почему-то такие приманки реально подбешивают Так Давайте перейдем сейчас к катушкам Значит, мы подошли к катушкам Сейчас мы поговорим о Пеновских катушках И поговорим о катушках от компании Абу Гарсье Данная катушка от компании Пен Модель Ревал Ревал Да, Ревал Модель Ревал Вот Данная катушка Именно того размера, в принципе, который нам нужен Это размер 15, так называемый Размер 15, да? Вот в таком размере, в принципе, многие спрашивают Илья, какие катушки, допустим, какого размера взять Вот данный размер, он офигенно подходит под нашу рыбалку Она не очень тяжелая Не очень большая Имеет счетчик Вообще Пеновские катушки, на самом деле, очень-очень-очень надежные Очень надежные Вот для сравнения, допустим, взять какой-нибудь более громоздкий Ну что, следующий размер? Вот этот, да, допустим? Да, следующий размер идет 20 Следующий размер 20, но вот он уже, в принципе, большеват И по весу он уже, ну, существенный Пеновские катушки очень тяжелые, очень мощные Они сделаны из металла, то есть все внутренности металлические Из пластиковых деталей, здесь, наверное, только части корпуса И да, все Единственный, я считаю, что недостаток вот у такого плана катушек Это вот этот звук То есть постоянный треск Ну, как я вот сейчас видео сделал, да, вот, буквально перед выставкой Трещотка еще громче будет? А если без трещотки? То есть присутствует такой вот какой-то вот звук Да, то есть, представляете, тишина на водоеме Ребята там, допустим, ловят ультралайтом, там, не знаю, еще чем-то там, не знаю, джигуют И тут выезжает трейлингист вот с таким звуком Да его, наверное, закидают камнями, да? Правильно? Ну, может быть Вот, да и самого здесь на самом деле меня подбежит Офигенные катушки Но я не могу понять, почему они делают с таким звуком Не могу понять, почему А может, допустим, шимановские катушки Или, допустим, Абу Гарси катушку А она так не работает Они тихие Вот Дайоски Другие А именно Pen Славится своей, вообще, надежностью Славится Своей практичностью, я не знаю, мощью, там, всем остальным Но вот этот звук он, конечно, убивает Катушка, на самом деле, рекомендую Вот, кого это не смущает Именно вот этот звук Катушка очень надежная и мощная Сколько она в среднем стоит? Да, за такие деньги, в принципе, найти достаточно надежную катушку очень тяжело Она стоит на районе 7000 рублей Это розница Розничная цена Вполне нормальная для хорошей катушки Еще раз, модель? Ревал Ревал Так, следующую катушку Что у нас еще из пены есть? Вот, смотри, короче, вот моделька тоже лежит Это тоже все Ревал А, тоже Ревал? Да, Ревал Это без счетчика просто? Да, просто без счетчика Сейчас погоди-то А она сколько стоит уже? Не намного дешевле, да? Где-то в районе 65 Она в районе 6, да, стоит 6,5 Также есть Ревал и без счетчика Разница, к сожалению, не очень велика В районе уже 6-6,5 тысяч Ну, разница где-то тысяча, там чуть поменьше Разница, то есть, в принципе, если брать, то лучше брать уже, конечно, с счетчика То есть, если бы она стоила на тысячи на две дешевле, то, конечно, это было бы, ну, как-то существенно Теперь к Абушке Абул Гарсия, давай посмотрим, наверное Ну, начиная с ней, там, Тора Так, сейчас, Тора, да, вот бочонки просто Так, вот этот бочонок, еще такие где-то синие, я видел Только не вот этот маленький, а не, побольше был Да нет, ну, синие это только с А4, других там синих нет Ну, давай посмотрим, а этот, как сколько, 13 тысяч? 13 тысяч Так, 13 Давай, короче, с бочонка, давай вот этот 8 тысяч Сейчас я его покушусь Ну, эти просто, получается, которые дорогие, по сути, это только Мэдин Швенов Вся разница Это сборка Китай, а это сборка прям там У Абу Гарсия есть, скажем, разная сборка Которые катушки чуть подороже, которые стоят, скажем, 14 тысяч там Там, ну, допустим, вот модель Да Денис Модель, которая, допустим, вот размер, ну, тоже, как бы, маленький Чуть, получается, поменьше, 300, скажем, Шимана, там, не знаю Да, ну, бывает больших размеров есть Чуть побольше есть, да? Вот, данная катушка маленького размера стоит уже 14500 Потому что это, данная катушка собирается именно в Швеции Это родная швейцарская сборка А есть катушки подешевле, скажем, уже в районе, там, 8-7 тысяч рублей Которые собираются в Китае Да, на собственном их заводе, то есть, под собственной конформацией Данная моделька, вот, значит, имеет уже счетчик Я так понимаю, что он цифровой, да? Да, он цифровой счетчик, на батарейках На батарейках Вот, моделька, это Давай Амбассадор, модель S Версия 6501 LC А, LC, то есть, вообще, как левая рука, правую руку, как отличаются? Левая рука, это L, либо R А, то есть А, то есть Да А, LC, либо C, это цифровой счетчик А S, LS, это механический счетчик Так, понятно Можно еще посмотреть интересную низкопрофильную катушку Ценник, конечно, кусается, 13 тысяч рублей Но, все-таки, если брать А это уже швейцарская сборка? Нет, это также сборка в Китае делается Под контролем качества На собственном заводе, естественно Вот такого плана Низкопрофильные мульты Мощные черепашки Тоже для нашего вида ловли, скажем Для троллинга в один спиннинг Отлично подойдут Данная модель, как называется? Макс Тора Она имеет также магнитные тормоза Причем, даже, это уникальная по факту ситуация Когда силовые катушки имеют магнитные тормоза Вот такого размера И ручка, кстати, уже такая довольно-таки нормальная По сравнению, скажем, вот с предыдущей катушкой, да, если смотреть То есть, вот это будет уже сложновато, как бы, ну, скажем так Подкручивать на течение сильно упористой приманки Хотя она справится Но вот это будет вообще просто легко мотать И выматывать приманки Ход очень мягкий А в комплекте силовая ручка не идет? Нет, нет, только такая Очень мягкий ход Мы уже устали, уже вечер Прошли очень много Сейчас идем, наверное, зайдем сейчас в дайву Посмотрим там катушки, палочки И если успеем, еще забежим в Dragon Может быть, еще какие-нибудь маленькие стенди И вам покажем Мы уже очень устали Ну, что надо только здесь? У них, кажется, две Ну, что это будет? Ну, что это? Ну, что это? Ну, что это? Да, это 300, все правильно 3820 2,4, все правильно 802 модель, да? Да Ценник довольно-таки бюджетненький 3820 Единственный, конечно, небольшой минус Это довольно-таки крупноватые колечки Все, друзья мои День Подходит к концу Мы, не знаю, много или мало Ну, что-то успели Я считаю, что мы немного успели Но Время на паузу не поставить Завтра, к сожалению, я буду все это дело монтировать И на выставку не смогу попасть А вот 22-го, опять же, походить не получится, что-то поснимать Но на стендах мы с вами увидимся У кого есть желание Это, значит, с утра Стенд Герман Ну, там с 10-ти, получается, до 12-ти Может быть, до часу постоим, поговорим И с 2-х часов На стенде Спортекс Ну, до вечера, до 5-ти, до 6-го Постоим и пообщаемся Все День закончен Субтитры создавал DimaTorzok